Согласно 68-го федерального закона о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Сланцевского района действует система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Сюда входят мобильные передвижные средства – это специально оборудованные полицейские и пожарные машины, установленные по улице Кирова громкоговорители, собственная передвижная установка администрации, стационарный громкоговоритель, установленный на Сланце перерабатывающем заводе, а также по дворовой и по квартирный обход. Также системы оповещения в городе действуют сигналы сирены. Это установлены на здании Кирова-20А ОМВД России по Сланцевскому району. Это Дзержинского-2, ЗАГС, также стоят громкоговорители, которые издают сирену. На основании 794-го постановления правительства Российской Федерации в городе производится установка и наладка электронной системы оповещения, в частности точечной, первая из которых недавно была смонтирована на здании бани-сауна. Также в муниципальном районе точечные системы оповещения установлены в деревне Выскадка, в деревне Гостицы, и также они вот сейчас включены в отладку этого оборудования. И 12, 14 марта, 17 марта жители нашего города могли слышать некоторые сигналы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Но пока приходится говорить о том, что не все сигналы проходят. То есть не везде система работает должным образом. Я хочу заверить жителей нашего города, что у администрации Исландского муниципального района есть все силы и средства предупредить население о чрезвычайных ситуациях. Я предупреждаю тот вопрос, что если сегодня точечные системы еще не запущены, как мы будем предупреждать о чрезвычайных ситуациях населения. Еще раз повторюсь, что все силы и средства у нас есть, как передвижные, так и стационарные.